Книга «Для Слова Божия нет уз» 2 Тимофея 2 глава 9 стих Написан священник Николай Балашов и иеромонах Нафанаил Судников Страница 623 Заголовок «Благодетели под портретом Ильича» Разговоры с Павлом меня тоже опустили с неба на землю Поклоны бить хорошо, мечтать не вредно А суровая правда в том, что над Потеряевкой винтом уже ходят тучи Очень возможно, ни овцы шумные ей не станут нужны Ни породистые коровы, лагерь, скорее всего, в этом году прикроют А деревня запустить вновь Не дай бог, конечно, но дело к тому Официально статус поселка «Возрожденная Потеряевка» получила 23 марта 1992 года И уже тогда ясно было, что без земли, без сенокосов и пастбищ ей долго не протянуть Поскольку иных источников прокормиться кроме земли здесь нет Краевой комитет по земельным ресурсам и землеустройству проделал несложный расчет В деревне будет 120 дворов Это 200 коров, 100 коже овец и 30 лошадей Для них потребно 428 гектаров пастбищ и 442 гектара сенокосов Все было обещано Но прошло 8 лет Исписаны горы бумаг, жалоб, прошений И, конечно, твердых решений решить этот больной вопрос А проблема не решена И поныне Сегодня в Потеряевке всего-то с полсотни овец Четыре лошади и два десятка голов крупного рогатого скота А даже столь малое стадо нечем кормить Жители прикупают сено со стороны До абсурда дошло Покосы, которые промыкают Потеряевке вплотную Выкашивают жители поселка Корчино Приезжая сюда за 15 километров А Потеряевцы, законные и наследные их владельцы Права на их не имеют Я прошел многие кабинеты От совхозных и сельсоветовских До районных и краевых И ни один начальник, сидящий под портретом Ленина На Алтае очень уважают Владимира Ильича Напрямую не признался Что попов он хотел бы раздавить И жить как враждебный и чуждый элемент На словах же все добрые Благодетели А на деле под разным предлогом Перекрывает кислород В итоге те, кто желал бы переселиться сюда И жить общиной Остерегаются ехать Пугаясь безземелья И это в Сибири, где земли достаток Чиновники, как один, напуская туману Ссылаются на указ президента России Согласно которому в 1991 году Землю поделили на паи Между сельскими жителями Потеряются, где лежу, опоздали Теперь выделять им угодья сенокосны Означало бы Постегнуть на собственность владельцев Установленных тех паев Таким образом Потеряю как бы обречена Но это не так Это отговорка И не более того Во-первых Не вся земля поделена Есть резервы Во-вторых Потеряются не чужое требуют У старой Потеряевки До колхозной Свободной Нераскулаченной Советская власть Землю отторгла насильно Пришла пора Награблено возвращать Пользовались И хватит Это по совести И было бы в высшей степени справедливо А теперь Лагерстан На волне начальной демократии Лет 10 назад Не было предела Для восхищения Как интересно И мудро Устроена здесь Жизнь детей Но в лето 1999 года Игнатий не успевал Встречать И провожать проверяющих 15 проверок За сезон И кухня не такая Посуда не та И туалет очень деревенский И детей мучают В прокуратуре Даже дело пытались завести Теперь зреет желание Будем молиться 21.03.2000 года Заголовок Трудолюбие и дисциплина История лагеря Уходит корнями В глубокое прошлое Он назван В честь Епископа Священномученика Климента С латинского Милостивый Анкирского Вечерний Барнаул 10.06.2000 года Заголовок Лицом к лицу Не видим Лиц друг друга Возлюби ближнего Своего Сказал Господь В одной из своих Заповедей Прилагая тем самым Уважение и терпимость Людей друг к другу Но всегда ли мы Загнанные Перепитиями Перестройки В моральный тупик Осознаем Значимость Этого постулата Нравственность Вот тот Базис На котором Зиждется Мотивация Всех поступков Человека Но всегда ли мы Нравственны сами И насколько Нравственно Наше с вами Окружение Главную скрипку В этом вопросе Несомненно Играет воспитание В семье И в обществе Воспитание Само по себе Категория Довольно Отличенная Если она Не основывается На морально-духовных Ценностях Накопленных Не одним десятком Поколений Цивилизованного Общества Сейчас мы Много говорим Именно о бездуховности Нации Падение нравов Наркомании Пьянства Наползающих На Россию Как тать И как значимо Перед этой угрозой Исцеляющая Слово Божие Способны Возродить В человеческой Может быть Еще не совсем Заплутавшей Душе Истинные Ценности Нашего Бытия Эта история Случившаяся Год назад Могла бы Благополучно Кануть в лету Если бы не имела Отношения К тому Собственно С чего Я начала Этот разговор Многие Наверное Знают Что в нашем Университете Вот уже Более Десяти лет Ведет занятие По изучению И толкованию Библии Православный Проповедник Лапкин Игнатий Тихонович Авидатория Посещающая Их Разновозрастная От детей Малых И студентов До взрослых Людей с разным Образовательским Уровнем И социальным Статусом Но Объединенных Стремлением Познание Слова Божия А значит С желанием Возродить Или поднять На высший уровень Свою духовность Кроме этого Поистине Энциклопедические Знания Игнатия Тихоновича Делают эти встречи Насыщенными Яркими И очень интересными И годами Все шло Как шло Бесконфликтно Спокойно Во всяком случае Ни у кого Не возникало Вопросов Или недовольствия При виде столь Непривычной Аудитории Вузовских стенах Это случилось Перед началом Одного из занятий К 18 часам К аудитории Номер 410 Корпуса В Начали подходить Слушатели И Игнатий Тихонович Лапкин Как всегда Дождавшись Пока закончится Пара часов У студентов Подошел Преподавателю Забрать ключ От аудитории И какого же Было изумление Его и всех Собравшихся От слов Которым Их встретил Кандидат Экономических Наук Педагог Сектанты Козлы И кое-что Похлеще Более того Непристойным Жестом Руки Показав На свое Причинное Место Дал понять Вот тебе Вот тебе А не ключ Надо полагать Что От подобной Сцены И на улице Стало бы Не по себе Но чтобы Такое себе Позволить В храме науки Это уж Извольте Чисто Из гуманных Этических Соображений Не хочется Называть Этого Горя Преподавателя Поскольку Администрация Вуза Знает его Имя и фамилию И конечно же Инцидент Не прошел Для него Без последствий Да в общем-то И не в фамилии Дело Вызывает Недоумение Столь Эпатажное Неприятие И инаковом Мысли Во-первых А во-вторых И это уже Гораздо Серьезнее Вызывает Опасения Пребывания В вузе Столь Невоздержанного И невоспитанного Человека Призванного К породу Занятий Сеять Разумное Доброе Вечное Чему С вашего Позволения Сказать Может научить Такой Преподаватель Студентов Никак Профессионал Нет Чисто С человеческих Народственных Позиций Какой Может Подать Им Пример Ни о какой Духовности Конечно Тут не может Быть И речи Вне Из всякого Сомнения Университета Большинство Преподавателей Весьма Уважаемые И достойные Люди Но Этот частный Инцидент Все же Наводит На грустные Размышления Тамара За рубежом Обратили Старообрядки С документом Покаяние Перед Старообрядцами По словам Старосты Барнаульской Крестово-Звиженской Общины Известного В России И за рубежом Проповедника Игнатия Лапкина Этого документа Православные Верующие Ждали Более 300 лет Увидев Покаяние Перед Старообрядцами Сам Игнатий Лапкин Не смог Удержаться От слез Что же Касается Развития Отношений Между Русской И зарубежными Православными Церквами То ни о каком Сближении Речи Пока Не ведется Честное Слово 18 01 2001 2001 Года